Друзья, всем огромный привет! Привет! Мы находимся сейчас на фестивале «Русские дороги» недалеко от города Самары. И у нас сегодня на обзоре очень интересный прицеп и его владелец Константин. Создатель. Создатель! Создатель, это да, более важно. Константин, расскажи, пожалуйста, что за прицеп, как он называется? Начнем вот с этого. Прицеп называется Sun Trailer. Рабочее название Kintower. Потому что у нас в линейке несколько сейчас разрабатываются моделей, которые будут также называться, в частности, вторая модель называется сейчас Одиссей, поэтому это Кентавр. А почему Кентавр? Да его не знаю. Ничем не спутаешь, да? Ничем не спутаешь, названий таких нет пока что. Ну вот, свободная ниша решил занять. Ну и опять же, связан с путешествием, Кентавр, лошадь передвигается, все дела. Одиссей тоже путешественник. Ну вот, будем что-то такое в название включать. Соответственно, что за прицеп? Это прицеп 2,80 длиной, полтора метра шириной. Ну, обычная колесная база, соответственно, из отличительных особенностей стоим в рост. Вот, внутри прицепа он зимний, летний, любой. И кухней можно пользоваться как снаружи, так и изнутри. Вот это очень интересное решение. Это конкурентное преимущество, которое мы стараемся реализовать. Давай с этого и начнем. Сейчас я вам все продемонстрирую. Окей. Помогаю. Так, открывается у нас дверь. Снимаются штанги. Снимаем обе или пока одну? Одной достаточно. Вторая чисто для... Дверь не очень тяжелая. Нет, нормально все. Она держится. Обратите внимание, как очень интересно реализовано то, что кухней можно пользоваться как и изнутри прицепа, так и снаружи. Ну, мы понимаем, что основное использование прицепа, конечно же, это летом, в теплую походу, в хорошую. Ну, и легкий дождь тоже не помешает. Поэтому максимально полезное пространство кухонное, оно у нас с улицы. То есть, ну, что имеется в виду? Дополнительный столик, дверцы задействованы, как опора. И вот так вот тоже пространство, например, для чего-то горячего поставить. И сквозной шкаф, который из той и с той стороны открывается. То есть, к примеру, плиточку мы достаем как с этой стороны, так и с этой. Сейчас я вам это продемонстрирую. Получается как раз штатный столик для готовки. Например, когда нет ветра, все, чехол убирается на место, нигде ничего не мешается, не валяется. То есть, плиту мы можем достать и при уличном использовании, и при нахождении внутри, да? Да, если готовим внутри, есть мощная вытяжка, и при абсолютно даже закрытых окнах и дверях никаких посторонних запахов, ничего нет, все вытягивается. Очень интересное решение. Слушай, ну скажи, а как тебе пришла идея вот этой вот конструкции? Я очень долго над этим думал. Порядка двух месяцев я разрабатывал, рисовал, прикидывал разные варианты и просто продумывал, как было бы удобно лично мне, например, использовать. Я такой человек, что лишние движения совершить, ну как бы я понимаю, что это сложно. Поэтому надо, ну это тоже сложно, но не хочется это делать, да? Поэтому... Практичный, подходящий, да, практичный к решению всех вопросов. Совершенно. Чем меньше движений совершишь, тем это удобнее использовать. И такого же принципа придерживались при развертке, например, лагеря, да? Вот чтобы нам развернуть наш лагерь, в частности, поставить уличный стол, надо совершить всего лишь два движения. Давай как раз посмотрим, что за уличный стол. Вот стол, он всегда с тобой едет, он интегрирован в корпус. Соответственно, чтобы его разобрать, не нужно ни снимать чехлы, ни что-то разбирать, ни ставить. Нужно просто вот эту штучку открутить барашек, чуть-чуть расслабить ногу. Вот так вот. Стол готов. Ух ты! Да. Все, не надо ничего доставать из машины, устанавливать. Нет, нет. И он немного весит, у него вес фактически как у покупного столика, любого, алюминиевого даже. На борту у нас маленькая аудиосистема. Как раз когда столик открываем, получается к ней доступ, да? Ну, например, радио послушать можно, или фильм какой-нибудь посмотреть, планшет, ноутбук, тут Bluetooth, AUX, карточки, USB, ну, все, что можно. Ну, как раз все то, что нужно делать, когда ты отдыхаешь на свежем воздухе. Совершенно верно. Заряжать свои гаджеты и наслаждаться музыкой. Ну, освещение, соответственно, тоже тут присутствует. Как раз над столом. Да, над столом. Розеточка 220, как раз для работы, например, за компьютером. А, это не вводная розетка, это выходная, да? Нет, это выходная. Вводная, ну, у нас просто провод, который в рундуке лежит, надышли. Включил, что в наш разъем обычный, если удлинитель будет, что в евро, то есть, не важно. Давай сразу посмотрим рундук. Что он из себя представляет? Ну, вот такой рундук с надписью «Сантрейлер». Такая вот ниша для чего угодно, дрова там, канистра какой-то, вот такой мусор, который, ну, надо возить с собой. Ну, например, какая-нибудь жидкость там для чего-нибудь. Вот, соответственно, вот этот провод с евро и переходник, ну, где-то тоже лежит. Значит, предусмотрено здесь выход воды, газа, чего угодно. То есть, если вдруг тут газовый баллон стоит, рым-болты, рым-гайки точнее. К ним крепишь, и все. Ну, и шланг. Щеточка для протирки. Слушай, я, кажется, понял, почему кентавр. Кентавр, да. Такая, да, очень интересная форма. Ну, в частности, и форма. В общем, да, таким, как это правильно назвать, вот эту часть? Вообще, это аэродинамический спойлер. Задумывался как двойного назначения предмет. Здесь, сейчас, это, ну, просто демонстрация возможностей, да. Это спойлер. При заказе, как опции дополнительной, внутри тут может быть ниша утепленная. Например, кровать для ребенка размером где-то 140 сантиметров на 60-70, там, неважно. Или это просто второй ярус, типа альковного будет. Например, если есть задача четверых людей положить, пятерых, например. Мы можем сделать двухъярусную кровать, которая будет сюда уходить. И вот будет так удобненько все располагаться. Ну, и аэродинамика тоже немаловажный вопрос, потому что трейлер достаточно высокий. Почему высокий? Потому что мы в нем ходим в рост. Вот здесь вполне себя комфортно чувствует человек ростом 180 сантиметров. Вот сколько в тебе роста? 176. Я захожу ровно под себя. 176 статистически средний рост мужчины. Россиянина, да. Ну и давай зайдем и покажем это. Welcome. Зона входа оборудована лесенкой, подножкой. Соответственно, в 3 секунды также разбираешься. Все готово. Входная дверь оборудована у нас с замком. Так закрыли, так и открыли внутри. Такой вот иллюминатор, который будет поставляться только в Кентавр. В других будет традиционное окно. Как будто яхта мне напоминает. Он немножко, да? Да, да, да. Опять же, все, что связано с духом путешествия, мы максимально старались поместить в одном. Зеркаль, которым пользуемся с улицы. Соответственно, вот он рост. Средний, опять же, рост и идет отражение. Ну и маленький органайзер, коих тут может быть еще не один. Вот я захожу. Встаю в полный рост. Кстати, обутый. И мне, в принципе, комфортно. Да. Поместился, действительно. Так, ну расскажи, пожалуйста, как пользоваться кухней изнутри? Берем плиточку. Здесь у нас, попутно раз открыл, расскажу, значит, здесь может ехать инвентарь. Вот герой нашего ролика, желтый чайник. Ставим его. Ну, тут же котел и так далее. Зимой, в дождливую погоду, эта сетка может быть использована для просушки обуви, потому что отопитель установлен внутри. То есть, это отапливаемый отсек, да? Да, полностью, да, тут все отапливаемое. Сейчас отдельно вернемся, все расскажу. Ну вот, пользуемся кухней. Можно готовить, я пробовал, комфортно вполне получается. Вытяжка, как я уже говорил, ранее работает. Можно окно открыть, можно вытяжку включить, то есть, ну, кому как комфортно. Можно закрыть шторочку. От комаров. От комаров, да, ну, закрыть эту дверь и вполне комфортно готовить. Да, неважно какая погода на улице, неважно снег, ветер или еще что-то. Здесь висит тюль, ну, из-за особенностей размеров он чуть-чуть пересекается с дверью, но это не страшно, потому что мы тут магнитики делаем и тюль облегает. Это вполне герметично получается в плане насекомых. И человек может лежать под тюлью, и не вопрос. Я смотрю, у тебя холодильник сразу уже строен, да? Строеный холодильник, да. Опять же, цель была, чтобы пользоваться практически всем функционалом изнутри и снаружи. Соответственно, доступ к холодильнику вот изнутри и снаружи. Кофеварки тоже сами. А какой объем, скажи, пожалуйста? 50 литров здесь стоит. Это большой холодильник. Большой холодильник. А можно его заглянуть в него для наглядности? Для наглядности можно. Тут продукты. Вот тут куча всего лежит. Ну да, глубокий, глубокий. Потому что мы в своих поездках пользуемся 25-литровым, и нам его хватает, а это в два раза больше. Полторашки, двушки стоят вообще свободно совершенно. Внутри находятся органы управления, в частности, слева направо. Кнопочка включения насоса, ну, water pump. Датчик уровня воды. Управление отопителем дизельным с климат-контрольным, кстати. Ну, и Truma бойлер, который электрический на 5 литров, с попутным нагревом через дизельный отопитель. То есть, получается, вода в прицепе горячая? Да. 5-7 минут, и у тебя тепленькая вода, чтобы там умыться, не знаю, помыть посуду. А душ есть, да? Душ есть. Им также можно пользоваться и внутри, и снаружи. Внутри мы предлагаем пользоваться таким образом. Можно приобрести бочку ПВХ. Она складная, весит 3 килограмма. Возить ее с собой не обременительно. Но, если это необходимо, человек ее разбирает. Она 70 сантиметров шириной. Можно встать и, ну, элементарные какие-то удовлетворить гигиенические потребности. Помыть голову, там, и все такое, поэтому хватает воды. Вот. Главное, чтобы солнышко было, чтобы заряжался аккумулятор. Ну, даже если вы в полной автономии, аккумулятора хватит несколько раз нагреть эту воду. Так, а раз мы говорим про аккумулятор, то наверняка есть и солнечные панели наверху. Конечно, есть две панели по 150 ватт, 300 ватт и 20 амперного МППТ контроллера хватает, чтобы за несколько часов полностью восстановить заряд аккумулятора. Ну, вот мне пока ни разу не удавалось его разрядить при наших потребностях таких общегражданских, скажем так. Соответственно, далее холодильник может работать у нас, вот переключатель его, это либо он на 12 вольтах работает, либо мы его переключаем на 220. Это если внешне включено питание, внешне 220, нам в дом приехали, вы там на кемпинг и так далее, вы переключаете и не тратя аккумулятор, напрямую холодильник работает через преобразователь от 220 вольт. Здесь находится топитель, бойлер, насос и расширительный бачок, гидроаккумулятор. Он небольшой, но... А для чего он нужен? Расскажи, может кто-нибудь не знает. Гидроудары, чтобы не каждый раз включался, если нужен маленький-маленький напор, буквально там смочить руки, чтобы не включался полноценно, это мембранный насос не шумел и так далее. Так, дальше здесь у нас бак с водой. Вот, посмотри. Так, бак с водой. Труба опять же идет. Какой объем у бака? 50 литров, опционально можно до 75 ставить. Довести его, да? Да, да, да. Тут место позволяет ставить 75 бак. Труба опять же от отопителя идет. Можно сушить все, что угодно. И в отсек, который багажный, тоже есть выход воздухосотопителя. То есть он подогреваемый и можно там тоже что-нибудь сушить. Грибы, например. Приходим к еще одному очень интересной, очень интересной особенности этого прицепа. Это наличие в нем туалета. Да. Расскажи, пожалуйста. Биотуалет. Так, ну, покажу тогда. Ну, а не тушителем мы комплектуем. Естественно. Такой вот желтой щеточкой пыль смеси. Я так понимаю, желтый это фирменный цвет, да, Сандро Эллен? Ну, это не совсем фирменный. Просто раз у нас желтый корпус, ну, мы вот даем в комплект такую щеточку и чайник тоже. Так, вот здесь прекрасно вмещается канистра 10 литров. Значит, это положение транспортировочное. Для использования мы предлагаем вот такой вот вариант. Складывается сидение. Да, складывается сидение и пристегивается. Ну, если человек один, у него вообще не возникнет никаких проблем. А если несколько, да, то можно попросить окружающих покинуть на время прицепы. Да, вентиляторы есть, окна есть. И еще немаловажный момент, при разложенной кровати биотуалет становится около двери. Выходить, в принципе, нет необходимости по некоторым нуждам. Да, ну, особенно важно это или ночью, или во время плохой погоды. Во время плохой погоды, ветров, морозов и так далее. И когда дети там, например, ездят. И в населенном пункте. Ну, соответственно, да, если нет возможности выйти уже полноценно, ну, можно как-то воспользоваться такими удобствами. Блок управления светом. То есть, это главный свет. Это интерьерный свет. Ну, такой ночной приятный. На вентиляторе он просто так включается. Здесь идет включение уличного света, аудиосистемы уличной. И включение инвертора идет дистанционно. То есть, не надо открывать ящик, чтобы включить инвертор. Но можно его включить и из ящика. То есть, двойной выключатель стоит. Соответственно, ну, тут розеточки USB традиционные. 12-ти вольтовая. Тоже стандартная розетка. Здесь идет. Предлагаю еще пройтись подробнее по кухне. Мы устанавливаем здесь в стандартной комплектации вот такую вот планочку с крючочками. По желанию, по этой вот опции есть. Несколько штук у нас еще имеется в старых запасах. Такая кофеварка Dometic. Она 12-ти вольтовая. То есть, она не обременяет сеть кемпера. Здесь, в принципе, реализована с обычной стандартной розеткой. То есть, можно вынуть и пользоваться. Кроме того, есть розетка 220 вольт. Может подключить миксер. Там любой кухонный предмет. Не очень, конечно, высоко нагружен. До полутора киловатта инвертор тянет. И 12-ти вольтовая розетка. Тоже для любых вещей. Насосов, компрессоров и так далее. Для подзарядки телефона мы предлагаем вот такой вариант ее использования. Так, давай по раковине еще посмотрим. То есть, вот обратите внимание, что огромный плюс. Здесь есть кран с холодной и с горячей водой. Практически как дома. И душ. Так, давай вот эту крышечку откроем. Эта крышечка, опять же, функционал ее свободного использования. Например, подставка под горячее, разделочная доска. Ну, что угодно. И она плюс прикрывает раковину. И можно ее использовать просто как общее пространство. Например, в варианте, когда много детей, можно здесь делать, в принципе, спальное место для ребенка. То есть, сюда укладывается матрасик специально сшитый. И ребенок спит. Вот здесь. Родители там, ребенок здесь. Второй ребенок на той полке. Ну, вот давай подробнее перейдем и посмотрим, как же устроен сам салон. Сам салон. Замечательно. Тогда надо будет столик нам разобрать. Убираем красоту, которую мы здесь подготовили для съемок. Конфеты для гостей фестиваля «Русские дороги». Столик, соответственно, у нас снимается, раскладывается. Кстати, если необходим объем для чего-то, например, для танцев внутри, то столик можно зафиксировать таким вот образом. Он будет стоять. И это пространство можно использовать для всего чего угодно. полочку снять, показать. Это детская полка? Да, это детская полка. Она принотована к этому диванчику у нас, к нижнему. Давайте раз уж все покажем. Все покажем подробно и полно. Таким вот образом мы берем, ставим ее вот так. Я смотрю, она сразу с ограничителем. Сразу с ограничителем. Да, он надежно установлен. То есть вес выдерживает достаточно большой ограничитель. Все хорошо. Кровать раскладывается в одно движение. Это вот как раз к тому вопросу, про философию нашу. Чтобы как можно меньше двигаться. Так, а размеры у этой кровати какие получаются? 140 на 190. Поскольку полка детская, ну мы посчитали, что необходимо сделать солнышки желтыми. Опять же в цвет корпуса основного. Но пожилание клиента они могут быть любого цвета. Хоть под дерево, хоть как угодно. И ребенок может поиграть с солнышком. Оно двигается. Оригинально, да? Да, соответственно чехольчики органайзеры под телефон, под очки, под что необходимо. В каждом светильничке установлена USB розетка. То есть подзарядка телефона проходит легко. То есть ребенок сможет спокойно пользоваться гаджетами. Для ежедневного использования мы предусмотрели такую возможность, чтобы ее не убирать, на место не складывать. Она не для транспортировки, еще раз подчеркну. Чисто для ежедневного использования. Чтобы когда надо будет постель, кровать собрать. Вот она может вот так стоять. Вполне нормально, никуда не денется, надежно стоит. И кроватка собирается. Сейчас покажу, как собирается, кстати. Тоже в одно движение. Поддевается так вот. И... Все. Простынь при этом снимать не нужно. Прицеп опять переходит в положение для танцев. Осталось только убрать стол. Кость, ну расскажи по поводу, скажем так, вместительности. Сколько человек здесь могут одновременно поместиться, ну если, скажем, к тебе где-то на стоянку пришли гости. Комфортно. Мы здесь размещаемся вчетвером. То есть все сидят за столом. Но в шестером достаточно комфортно. Поместиться могут сюда 8 человек. Это максимально возможный, скажем так, сидячий вариант. Стоя, ну понятно, тут и больше влезут. А друг на друге еще больше. Поэтому шестером вполне может сидеть нормальным. Я, так сказать, пробовал. Раскладной стульчик ставится. И человек, тут же один стол, второй стол. И можно кушать там, обедать. Просто сидеть, общаться. За этим столом. Вентиляция позволяет пребывание шестерых-восьмерых людей. Так, еще одной особенностью прицепа является 4 ящика полки для хранения. То есть, ну вот сейчас тут какая-то одежда лежит. Я делал для того, чтобы сюда вмещалась подушка целиком. Тут надо убрать постельное белье. Сюда подушку. Сюда подушку. Закрыли. Закрыли. Здесь, поскольку у нас пульт управления находится, сюда я, как вариант, могу добавить полку, могу добавить сетку. То есть, любые вопросы. Или вот, опять же, третья подушка. Или четвертая подушка. Поэтому пока ничего нет. Я думаю, что это пожелание клиента мы кастомизируем именно под нужды, необходимые. Конкретно, под конкретный запрос. Двери легкие. Центр тяжести у нас весь внизу. Если обратить внимание, то мебель сделана из четверочки фанеры. Но при этом жестко приступки вполне себе. Двери не открываются. Время движения протестировано. Проверено на себе. По пути. На русские дороги. Да, на русские дороги. Вечером, в дождливую погоду, когда мы готовим внутри, можно пользоваться вот так вот светом. И я сейчас покажу мощность вытяжки по звуку. То есть здесь еще оборудована вытяжка. Вытяжка, да. Специально для кухонной зоны. Да, то есть если тут полную, так сказать, мощность работает плитка, то мы включаем эту вытяжку. И тут ничего буквально, нет шансов никакого. Она выбрасывается сразу наверх, да? Да, она сразу туда вот. Ну и опять же это выполняет функцию пассивной вентиляции. Вот эта решетка. И когда внутри работает вентилятор, перейдем немножечко сейчас от кухни сюда, вентилятор оборудован регулятором оборот, то есть он плавно регулируется до любой скорости, прям от минимума до максимума. И выключается совсем. Соответственно, когда вытяжка не работает, когда мы спим, здесь неперекрываемый доступ свежего воздуха. Вот именно отсюда поступает. Ну а когда здесь спит ребенок, его надо чуть-чуть приоткрыть, да, чтобы не продуло. Ну в общем это уже, скажем так, по желанию владельца. Да, это уже надо учитывать конкретную ситуацию и исходить из нее. Ну это внутренняя аудиосистема, полный аналог того, что есть на улице. Блютуз, FM-радио, USB, SD, AUX. То есть опять же это внутренняя мультимедийная система, чтобы посмотреть вечером в плохую дождливую погоду. Какой-нибудь приятный сериальчик греющей души. По бокам находятся два вместительных ящика. Опять же, можем установить туда полку, можем не устанавливать. Все опять по желанию клиента. Вот так вот это выглядит. Здесь есть зеркальце для того, чтобы побриться, покраситься. Привет, мир! Подсветка у нас в трех, нет, даже в четырех вариантах представлена. То есть основной свет, головной, интерьерная подсветка. Над ящиками для хранения. Над ящиками подсветка непосредственно стола обеденного. И вот те вот светильники для чтения на 1-ваттные создают тоже очень приятную атмосферу, как ночник. Для того, чтобы не перепутать, где выход, здесь стоит желтый светодиод, который показывает путь. Зону выхода подсвечивает. И ночью также включается подсветка указателя уровня воды. Красный горит. То есть ночью ты, в принципе, не ошибешься, ни на кого не наступишь. Здесь достаточно ночников. Чтобы не включать основное освещение, не слепить спящих, но при этом пользоваться функционалом прицепа. Совершенно верно. Пару слов об окнах. В этой конкретной комплектации стоят окна в одно стекло. Здесь по водительской стороне оно глухое. Просто такая вот шторка. Клиссе. Здесь, где у нас пассажирская сторона и выход на шатер. Соответственно, блокаут. Почти. И москитка. Вот такая. И открывающееся окно. То же самое в двери, в большой, в задней. С другой стороны вот этих ящиков, то есть в диване с пассажирской стороны, установлено все электрооборудование. Обратите внимание. АГМ. Тяговый аккумулятор на 100 А. Размыкатель массы. Главный предохранитель. Несколько линейных предохранителей. МППТ контроллер. Блок предохранителей уже на конкретного потребителя. И вот здесь переключатель как раз забора электричества внутренний или наружный. Для кемпинга. Да, для кемпинга. Можно это сделать как из грузового отсека, так и из салона. И я смотрю, грузовой отсек продолжается. Он дальше туда уходит за диван. Да, да, да. Вот тут как бы получилось так, что доступ к грузовому отсеку есть и из салона. Поэтому он отапливаемый. Не мерзнуть. Доступ к грузовому отсеку реализован вот через такие люки. Люки утепленные. Здесь хранятся раскладные кресла. Это к маркизе стенки. Ну, это вот москитный шатер. Он тоже в комплект входит у нас. Ну, всякие необходимые вещи. И он сквозной. Можно с левой и с правой стороны. Так, я открываю этот люк. Поворачиваю ручку. Опа! Костя, привет! Есть подсветка. Здорово, да. В темное время суток ты как раз найдешь, где у тебя все вещи для кемпинга хранятся. И доступ, опять же, как я там рассказывал, переключателю на 220 внутренне или наружне. И до главных предохранителей тоже можно через нишу дотянуться. Ну, это я думаю уже при конкретной ситуации будем рассказывать. Такелажные присутствуют у нас колечки. Вот там резиночки, которыми можно хрупкий груз, например, приметовать к стеночке. Или просто прижать там что-нибудь такое пышное. Ну, в общем, предусмотрено. Все продумано? Да, старались продумывать максимально возможные потребности наших пользователей. Рядом с этим люком находится заливная горловина для бака с водой на ключе традиционная. Чтобы никто, не дай бог, что-нибудь туда не добавил нам на стоянке. Да, или не слил. И не слил. Ресурс воду. Резина установлена 15-го радиуса. Литые диски для красоты, соответственно. Резина широкая, уверенная, очень хорошо держит дорогу. В комплекте упорчики традиционно для безопасности. Кожух мы сделали, который защищает бак. Бак все-таки пластиковый и есть вероятность. Бак с дизельным топливом, правильно? Бак с дизельным топливом для отопителя, да. Бак запирается на замочек, чтобы, опять же, не слили или не добавили чего не то. Да, вот это уже более вероятно. Потом, что еще? Четыре телескопических опоры Alcon. Не знаю, конечно, что дальше с ними будет, но пока поставили. А что с ними может случиться? Да, их перестают поставлять и, в принципе, сейчас только остатки выкупаем. Поэтому найдем в любом случае какой-то выход, опоры будут. Я думаю, братцы-китайцы нам помогут и что-нибудь пришлют. Ну, в конце концов, можно и потерпеть с нашими жигулевскими домкратами. В принципе, делают, поэтому что-нибудь придумаем. Вот смотри, у тебя еще очень интересная особенность. Ты говорил, что крыша прицепа другого цвета. А, да, да, да. Для того, чтобы, опять же, мы понимаем, что основное использование – это летние этого прицепа. Чтобы максимально избежать нагрева самого прицепа, мы рекомендуем как опцию сделать здесь тент, тот же самый маркиз. Только она не ставится на опоры, а просто от солнца защищает. Вот так вот трехметровый или два с половиной метра натягивается, и уже стена не греется. И крыша выполнена белым цветом, ну, с максимальным отражением солнечного света. Также установлены две сейчас солнечных панели, которые отбирают на себя всю, так сказать, мощность нагрева солнечного света. И можно установить третью. Место для нее прям вполне комфортно присутствует. То есть вот здесь еще можно установить сверху третью солнечную батарею. Если нужно прям хорошее такое потребление электроэнергии, то это возможно сделать. На рундуке спереди у нас стоит запаска с водительской стороны, опять же. С той стороны можно сделать под экспедиционную канистру. Ну, любые варианты, которые нужны пользователю будут. Ну, подкатное колесо традиционно. Уровень это без этого никак. Многие стали ставить, да, я подсмотрел. Уровень для позиционирования прицепа на местности. Да, это очень важно, чтобы понять, не будешь ли ты спать головой кверху. Особенно ночью, да, когда ничего не понятно, как он стоит и так далее. Так, сцепное устройство у нас здесь усиленное, под тонн 400 на всякий случай. Запас прочности никогда не повредит. Поэтому мы ставим штатно усиленное сцепное устройство. Розетка в базе идет 7-пиновая, традиционная. По запросу мы можем поставить 13 пин. Места, как вы видели, в отсеке аккумулятора достаточно. То есть, зарядное устройство мы сможем туда поставить, совершенно не напрягаясь. Если кому-то это необходимо, такая возможность есть. Снаружи стены выполнены из композитного алюминия. Расцветки, соответственно, на выбор заказчика могут быть. Раскладочка есть, если необходимо, я готов продемонстрировать. Отделка внутри, в данном прицепе, сделана из массива лиственницы. Для экологичности, натуральности. Все покрыто маслом, настоящим натуральным маслом, лаком на водной основе. То есть, никакой химии мы старались здесь не применять. Но, по желанию заказчика, мы можем отделку стен делать из композитного материала, из пластика. Ну, или, если клиент предложит что-то другое, мы готовы это рассмотреть. Соответственно, по желанию клиента мы можем установить маркизу как просто тент с тремя стенками, с москитным шатром. Можем, соответственно, продавать без нее. Вот эта комплектация полная. Здесь есть максимум всего, что возможно установить. Здесь и москитный шатер, и три стенки. Костя, а что вот это вот рядом с колонками? Что это такое? Это датчик температуры, часы и вольтаж аккумулятора. Можно посмотреть. Погодный метеоцентр, да? Мини. Ну, по крайней мере, наружной температурой можно посмотреть. Какая вот сейчас, 33 градуса. У нас прекрасная погода в Самаре. Время 15.44 по местному времени, опять же. И зарядка 13 вольт. Все, что нужно знать, когда ты находишься вне кемпера. Совершенно верно. Костя, ну и в конце небольшой блиц, серия вопросов. Первый. Что с весом? Вес мы уложились до 750 килограмм. Соответственно, будем плавать в параметре 690-740. Отлично. В зависимости от отделки, компоновки и так далее. Это самая удобная категория, чтобы не нужно было получать какие-то дополнительные... Обращаться в ГИБДД. Второй вопрос. Что по поводу учета как раз-таки в ГАИ? Какие документы, как он оформляется? В ПТС, в электронном ПТС сейчас выдается. Написано автодом. Автодом. Все целиковое изделие, которое не попросят распарить, снять груз перевозимый. Нет, ничего такого не потребуется. Мы не работаем. Ну, только пожелание, опять же, клиентов. Мы можем сделать надежно закрепленный груз, съемный модуль. Это уже как угодно. Но, опять же, индивидуально все обсуждаем. Серия изделия идет как автодом. Ну, и самый-самый, наверное, главный вопрос. Какова цена вот конкретно вот этого прицепа? Мы понимаем, что это все индивидуально. От скольки тысяч можно заказать его? Минимальный пакет будет доступен на июнь 2022 года от 800 тысяч рублей. Ну, что, вполне отличная цена. В духе даже уже, наверное, небольших прицепов капель практически попадает. Вот такой вот огромный красавец. Друзья, пишите в комментариях, что вы думаете. Понравился ли вам этот прицеп? Координаты и контакты Константина я оставлю в описании к этому ролику. Потому что в Воронежце, производится прицеп в Воронеже. И это практически наши липецкие соседи. Так что, всего доброго. Пока. Пока.